В этом коротком видеоролике я расскажу вам о пяти составляющих успешного овладения арабским языком, а также расскажу вам, как пользоваться мединским курсом, уроки которого у меня выложены на сайте. Итак, желание, цель, план, срок и результат. Все эти пять пунктов связаны друг с другом. И если с желанием все понятно, могу даже сказать, что это желание присутствует у большинства мусульман, особенно практикующих. Это вполне разумное желание человека, который хочет понять слова Всевышнего и слова пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Но одного желания недостаточно. Почему? Потому что это желание должно быть сформулировано в виде конкретной резкой цели. Можно долго блуждать в потемках своих желаний, но результата не будет, если не будет цели. Цель подразумевает конкретный план действий с определенным ограничительным сроком. И когда человек идет по этому плану, результаты не замедлят себя ждать. Уже через два месяца изучения арабского языка он будет конкретно видеть результаты своего труда. Через пять месяцев тоже будут эти результаты все расти и расти. Если нет результата, то обычно руки опускаются. Поэтому желание необходимо сформулировать в виде конкретной четкой цели, составить конкретный план действий. Самому его составлять, наверное, не надо. Метод научного тыка, хотя и имеет свои плюсы, но в общем изобретать велосипед глупо. Поэтому, когда мы затронем вот этот второй пункт более подробно, я расскажу вам про мединский курс. То есть, конкретный срок, это третий пункт, три занятия в неделю. И вы пройдете этот мединский курс за шесть, за восемь месяцев. В зависимости от ваших возможностей, от ваших способностей. И про результат я уже говорил. То, что он должен быть заметным и должен быть осязаемым. Вы занимаетесь месяц, у вас уже должны быть какие-то продвижения вперед. Пускай не самые такие снобсшибательные продвижения, но вы уже должны сами ощущать, что вы движетесь вперед, а не стоите на месте. Итак, давайте сейчас рассмотрим план изучения арабского языка. Вы, наверное, удивились, что я не начал с алфавита. То есть, вот эти восемь уроков, девять уроков, которые выложены у меня на сайте, их обычно осваивают всего лишь за шесть дней. Это средний срок. И эта цифра не взята мной из потолка. И арабский алфавит, естественно, там без каких-то подробностей, тонкостей, он уже будет у вас в голове. Десятый урок идет как повторение всего того, что вы прошли. Если вы даже вдруг не поняли каких-то тонкостей написания букв, все это станет ясным и понятным, когда вы будете проходить мединский курс. Когда вы будете много и упорно писать. Поэтому давайте перейдем сразу к первому тому мединского курса. Первый том мединского курса посвящен изучению конструкции арабского языка. Всего конструкций четыре в арабском языке. И вся речь арабов держится вот на этих четырех китах. В первом томе мединского курса мы познакомимся с классической формулой именного предложения, научимся строить конструкцию именного предложения и доведем это умение до автоматизма. Немного затронем тему глагольного предложения. Эта тема будет раскрыта во втором томе более полно. И также будем работать очень плотно с несогласованным определением, пускай вам этот термин пока ни о чем не говорит, и с согласованным определением. Вот эти четыре конструкции являются четырьмя китами, на которых держится вся речь арабов. Больше конструкций нету. Больше конструкций нету. Конечно, можно делать кое-какие уточнения, но пока вначале вам они абсолютно не нужны. Именное предложение, глагольное, согласованное и несогласованное определение. Также, как бы не взначай, в первом томе мединского курса мы познакомимся практически со всеми личными местоимениями. Он, она, они, вы, ты. Указательными местоимениями, это, по, притяжательными местоимениями, книга моя, книга его, относительными местоимениями, которые, 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 вопросительными местоимениями, предлогами родительного падежа. Познакомимся с мужским и женским родом Как образуется мужской род, как образуется женский род Двойственное число, правильное и ломанное множественное число для мужского и женского рода Это числительное от 1 до 20 Эта тема будет преследовать нас и в первом, и в втором, и в третьем томе, и в четвертом томе И к концу четвертого тома мы будем свободно обращаться с любыми числительными И правильно будем их использовать А также начнем в первом томе мы знакомимся со спряжением глаголов в прошедшем времени Потом узнаем разницу между соединительной хамзой и разделительной Многие не различают их А также познакомимся с признаками и склонением имен То, что имена бывают трехподежные, двухподежные и неизменяемые имена Мы узнаем, что в арабском языке недопустима встреча двух сукунов Вот она получается тема первого тома, задача первого тома Второй том мединского курса посвящен изучению классической формулы глагольного предложения Глагол, действующее лицо, прямое дополнение То есть на протяжении 31 урока мы будем работать на поле глагольного предложения А также очень хорошо проработаем спряжение глаголов в прошедшем времени Спряжение глаголов в настоящем времени А также познакомимся с поведительным наклонением Хотелось бы сразу вас предупредить, что система спряжения в арабском языке очень простая Хотя тема очень простая, но она тоже требует тщательной проработки И как бы невзначай опять же мы познакомимся с прилагательными сравнениями и превосходства Изъявительным, поведительным и сослагательным наклонением Свообразным падежом глагола Падеж, естественно, в кавычках А также познакомимся с модальными частицами Которые будут ставить глагол в настоящем времени Либо в поведительное, либо в сослагательное, либо в высеченное состояние Также познакомимся с глаголом восхищение и удивление Познакомимся с некоторыми маздерами Узнаем, как предлоги винительного падежа inna Глаголы бытия canna влияют на подлежащее исказуемое именного предложения Также мы познакомимся с косвенным падежом для двойственного и множественного числа С частительными от 20 до 400 тысяч А также познакомимся с глаголом первой породы и его типами То есть, пройдя вот эти два тома мединского курса Вы будете знать, как устроено глагольное и именное предложение Каким образом строится второстепенная конструкция И хотя многие термины, которые я вам перечислил Вполне возможно, вам не знакомы и вызывают оттороп Но я уверен, ничего страшного за ними не скрывается Достоинством вот этого мединского курса является то, что в нем минимум грамматики Практически нет никаких грамматических правил Пройдя первый-второй том, вы уже сможете правильно строить предложения Правильно строить второстепенные какие-то конструкции И правильно спрягать глагол в прошедшем, настоящем времени И образовывать форму приказа А также, когда вы пройдете первый-второй том У вас в голове будет активный минимум тех часто используемых слов Которые необходимы для повседневного общения Для чтения таких простеньких книг и брошюр О третьем и четвертом томе я расскажу в другом видеоролике Субтитры создавал DimaTorzok